Сезон сосулек в разгаре. Подобно грибам, они вырастают то тут, то там, отзываясь на температурные перепады. К сожалению, в некоторых городах страны ледяные наросты нередко становятся причиной бед, а то и трагедии. Как обстоят дела в Чебоксарах и чем горожане могут помочь коммунальщикам в нашем сюжете. На Новый год в Чебоксары неожиданно пришла отепель. Вовсе не новогодняя температура оставила о себе напоминание. Сосульки на козырьках подъездов и кровли домов. С сегодняшнего дня столбик термометра снова ползет вверх, и те самые новогодние подарки начинают таять и могут упасть вниз. А вместо них вырастут новые. Вот такой круговорот сосулек в природе. Когда идешь по улице, то обычно смотришь либо перед собой, либо под ноги. Мало кто ходит с высоко поднятой головой, а иногда все же стоит это делать. На крышах домов уютно расположились сосульки. Правда, есть они не везде. На центральных улицах в основном все успевают сбивать, а вот во дворах ситуация бывает разная. У нас все нормально. Пирогово дом 4. Вроде все чистит. Нас убирают хорошо. Подгоняют краны. Ну это вышки убирают. Проблем нет. А вот когда ходите по центральным улицам, вот наверх смотрите, замечательно есть? Смотрим, смотрим. Ну пока нет, а все бывает. Около садика много. Да, сосульки около садика. Один раз чудо на нас не упали сосульки. Я сейчас отсюда спускалась. Вот там загорожено, где детский мир. Вот там, да, опасно. Старые сооружения, они все равно как-то еще не приспособлены. А у нас там в Ново-Южном идеально. Мне очень нравится. И безбоязно мы ходим. Впрочем, как будут передвигаться горожане вдоль домов, решают управляющие компании. Именно они обязаны вовремя сбивать сосульки с козырьков и крыш. Причем способов существует немало. Альпинисты, специальная техника или система кабельного обогрева кровли и водостоков. Кстати, последний способ наиболее действенный. И его используют некоторые столичные лука. Устанавливают либо в желоба, либо под сами козырьки. То есть, по мере необходимости включает. То есть, лед тает, превращается в воду и по этим стокам стекает вниз. В целом, на данный момент ситуация стабильна. То есть, таких критичных моментов нет. Это единственное, я говорю, что остаются двускатные крыши. Это на Ленина, на Богданке. Вот такие места, где именно близкий к дому проходит тротуарный переход. То есть, тротуарная дорожка. То есть, да, там, да, там, как бы, в первую очередь обращают внимание. Уже сигнальные ленты, да, и убирают. Альпинисты нанимают в первую очередь. Если же вы видите, что обслуживающая организация по каким-то причинам не успела вовремя убрать ледяную бахрому или пропустила тот или иной дом, не поленитесь и позвоните либо в управляющую компанию, либо в единую диспетчерскую службу 074. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика.